Всем привет! И сегодня я вам покажу одну из самых красивых партий за белых, где белые жертвуют ферзя и ладью, ну и в итоге ставят очень красивый мат превращением пешки не в ферзя, а в коня. Обязательно досмотрите до конца, в конце белую делают просто бомбезную комбинацию и побеждают. Итак, мы будем смотреть за белых. Белые начали партию ходом Е4, черные сыграли конь С6. Далее мы играем Д4, хотим захватить центр, черные подрывают центр ходом Д5. Далее происходит размен ЕД, черные забирают ферзь Д5 и они нападают на нашу пешку на Д4. Далее белые сыграли конь Ф3, защитили и черные играют слон Ж4. Они связывают коня на поле Ф3. Ну и после хода слон Е2 вы можете сказать то, что белые просто потеряли пешку, потому что после слона Ф3, слона Ф3, черные играют ферзь Д4, ну и после ферзь Д4 просто конь Д4 и черные остаются с лишней пешкой. Но дело в том, что здесь очень интересная ловушка за белых. Если черные забирают слона Ф3, то просто забираем слона Ф3, нападаем на ферзя. И после ферзь Д4 черные теряют ферзя, потому что мы играем слон С6 в шах, ну и после БЦ просто ферзь потерян. Из-за этого после хода слон Е2 черный замечает этот ход, потому что забирать слона Ф3 нельзя, там просто теряется ферзь и делают длинную рокировку. Далее белые сыграли С4, нападают на ферзя, ну и в этой позиции, то есть если белые сыграют Х3, то уже черные могут забирать слон Ф3, потому что после слона Ф3, слона Ф3 черные могут забирать ферзь Д4, но слон С6 они просто забирают ферзь Д1. То есть здесь уже белые не могут сыграть слон С6 с выигрышем ферзя, здесь даже черные играют ферзь Д1 и ставят мат. Из-за этого в этой позиции не Х3, а именно С4 с нападением на ферзя, ферзь Д4 не могут забирать, потому что тогда конь Д4 последует, и за это ферзь уходит на поле Х5, сохраняя связку на нашего ферзя. Далее мы играем Д5, нападаем на черного коня, но правда здесь ДС забирать нельзя, потому что здесь висит ферзь, но все же в дальнейшем эта идея может сработать, если белые сыграют ферзь Б3, уйдут из-под связки, ну и забирают ДС. Далее черные уже в этой позиции забирают слона Ф3, белые тоже забрали слона Ф3, нападая на черного ферзя. Далее черные сделали такой ход, как ферзь Е5, делают шаг. Казалось бы, очень сильный ход, ну и какие варианты есть за белых? Если в этой позиции закрыться слон Е2, это не очень хорошо, потому что просто слон теряет темп, он вначале вышел на Е2, потом на Ф3, потом обратно на Е2, это три хода, это не очень хорошо. Также закрываться ферзь Е2 тоже не хочется за белых, потому что тогда последует ферзь Е2 шаг, ну и после размена ферзей черный играет конь Б4, ну и грозит вилка конь С2 с выигрышем ладьи. Из-за этого в этой позиции белые жертвуют эту пешку на Б2, и они играют слон Е3. Далее черные забрали ферзь Б2, и они напали на нашу ладью, но мы ее не защищаем, а играем рокировку. А также в этой позиции место ферзь Б2 лучше было бы черным сыграть Е6, продолжить развитие, вывести слона и коня, но они все же решили забрать ферзь Б2. Но это так, на всякий случай. Далее белые делают рокировку, черные забирают нашу ладью, все, уже пожертвовали ладью. Как я сказал в начале этого видео, то что они жертвуют ладью и ферзя, ну и ставят мат с превращением пешки в коня. Они пожертвовали ладью, забрали, ну и далее мы забираем ДЦ. Очень сильный уход, жертвуем уже ферзя. Ну и какие варианты есть у черных? Не забирать эту пешку, это очень плохо, потому что грозит СБ, шаг, ну и после король Б8, ферзь Д8 мат. Из-за этого они обязаны, черные, забрать либо нашу ферзя, либо пешку. Давайте рассмотрим сначала взятие пешки. Если они собирают БЦ, то мы играем ферзь А4 и грозит ферзь А6 с шахом на короля. Ну и далее там очень плохая позиция, после король Б8 грозит слон С6 с матом ферзь Б7. А также грозит ход ферзь С6 с взятием пешки. Ну и далее там даже последует ферзь Б7, король Д7, ладья Д1. Ну и после короля Б8 там будет ферзь С6, шах и мат. Ну там ладья Д7, ферзь Д7, мат. Из-за этого черные делают такой самый сильный ход в этой позиции. Из-за черных это ферзь Б2, даже если включить сток, он показывает ферзь Б2. Из-за этого черные играют ферзь Б2, чтобы после ферзи А6 закрыться в ферзь Б7. Но далее мы играем слон С6, грозит ферзь А6. То есть, допустим, если черные ошибутся и как-то по-другому сыграет конь Ф6, то мы играем ферзь А6 с шахом на Д7 нельзя, из-за слона приходится ферзь Б7. И ферзь Б7 с шахом и мат. Из-за этого в этой позиции черные играют по-другому. Они играют ладья Д6, чтобы после ферзи А6 шах королем уйти на Д8. И там не было мата. Но мы делаем сильный ход С5. Тут ферзь А6 шах, король Д8. И теперь делаем С5, нападаем на ладью. Ну и тут на Д7 и на Д5 нельзя, из-за слона. На Д4 нельзя, опять же, из-за слона на Е3. На Д3 нельзя, из-за ферзя. На Д2 нельзя, из-за слона. И на Д1 нельзя, из-за ладьи. Из-за этого черные ладьи приходится вступать куда-то в другое место, кроме линии Д. Ну и допустим на Е6, чтобы сохранить вот эту связку. Ну тогда мы играем ладья Д1 шах. Ладья Д6. И мы забираем. Ну и у нас лишний материал. А также, ну в общем, выигранная позиция. Два слона, а также ферзь. Ладья просто близко стоит к королю. А черные фигуры вообще даже не участвуют в игре. Из-за этого здесь это все произошло бы, если бы черные забрали пешку. Но они решили забрать нашего ферзя. Ну далее мы делаем такой ход, как ЦБ. Делаем шах. Опять же на король Д7 или же Д8, неважно куда. Мы тогда играем ладья Д1 шах. Ну и после короля Е6 просто превращаемся в ферзя. Из-за этого здесь после ЦБ шах черный король отходит на Б8. Ну и далее мы делаем спокойный ход, как ладья Д1. Ну даже если мы посмотрим, в этой позиции черные не могут сыграть этими фигурами так, чтобы защитить короля. Ферзь тоже никак не может. Дальше можете сами посмотреть, поставив видео на паузу. Черный ферзь никак не может защитить своего короля. И эти пешки тоже. Остаются только две пешки. Ну и ими тоже никак не могут защитить. Потому что, допустим, если пешкой А на А6, либо же на А5 сыграть, мы просто играем ладья Д8 шах и мат. Потому что наш слон на Е3 контролирует поле А7. Из-за этого приходится играть этой пешкой, ну и именно на поле С6. Потому что если черные наши будут сыграть С5, тогда мы играем ладья Д8 шах. Ну и после короля С7 просто фейзь Б8 шах и мат. Из-за этого они играют именно С6, чтобы после ладья Д8 короля С7 там не было мата. Потому что слон больше не защищает пешку на Б7. Из-за этого черные играют именно С6. Но далее мы все равно выиграем. Играем слон С6. Черный король отходит на С7, чтобы там не было ладья Д8. Но тут мы делаем все равно ход ладья Д7. Возвращаться опять же ладья Д8. И приходится забирать слона. Ну и в этой позиции мы делаем последний нокаутирующий ход. Превращаем пешку не в ферзя. Играем Б8, превращаем пешку не в ферзя. А превращаем именно в коня. Это шах и мат. На Б7 нельзя, на С7 нельзя, забирать ладью нельзя. На Б6 нельзя из-за слона. На Б5 и на Д5 нельзя из-за пешки. На С5 опять же из-за слона нельзя. И на Д6 тоже нельзя. Это шах и мат. Так вот, дорогие друзья, обязательно поставьте лайк за такую красивую партию. Подпишитесь на канал. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал D8.